Субтитры сделал DimaTorzok И все остальное Вот Рыжая Бести с нами сегодня Дэйв Мастейн, Дэйв Мастейн Запили что-нибудь Скоро альбом Бля, охуенно, спасибо Мы будем вырезать Я вырезал заранее, короче, картинки Вот такие вот, разные Дядька, ну такой с маской Священник какой-то адский Титечки Тетечка И лесбушечки, мы попозже их оставим Но попозже, они самые сладкие На самые сладкие оставим Короче, это все продублировано в трафаретах Титечки, видите, да, продублированы Батюшка тоже продублирована Это даже святой отец скорее, а не батюшка Тут у нас полнейшее мясо Вот это будет самое отъявленное От морозок рисовать Потому что тут череп я не вырезал Должным образом будем соединять, короче Проявлять эрудицию Это верхний, впрочем, надо нажимать В эфире Все, все новое, все звезды Все звезды собираются Вот, что будем тестить, собственно говоря Сиди тут, но туда Две позиции у нас сегодня Рассказываю по очереди Первое, это дорогущий акрил поликолор Вот нам, по-моему, самый Не, не самый дорогой Один, короче, из вменяемых акрилов Которые стоят дорого Там дальше есть, конечно, и за 2 рубля Ну, то есть за 2 тысячи И больше Ну, это совсем невменяемые цифры Я не знаю, кто такие краски покупает А это, в принципе, еще, ну, можно потянуть Сейчас она стоит 600 рублей А если используете промокод КАДАМА Вы получите скидку 10% Возьмете еще дешевле А я-то взял вообще, на самом деле, бесплатно, честно вам скажу Потому что все использовали этот промокод Мне накапали бабки Я взял акрил И взял браш-пен С чернилами, с черными Это вот для меня будет новый опыт Я, короче, хуй знает, что это такое Будем пробовать Пару технических моментов Материмся Ругаемся матом, да, соответственно? Нахуя, а главное, зачем? И донат внизу в описании Это два момента, которые нужно знать Аминь, друзья Давайте выпьем за пятницу Не стесняйтесь, рыжие Он в завязке же, ты че? Позыраку горло нельзя принимать Ну, знаешь, чай зеленый Чай зеленый, реально Да-да-да Как ты относишься к группе Металлика? Металлика? Знаете, как это он пизды дал Он тебе? Не-не-не, я ему Он, короче, собаку мою кнул Каком-то, ну, лет 20 назад Лет 40, ладно Ты обиделся, короче, на него А ты на чем, на герче сидел или на чем? Я, короче, просыпаюсь Вот каждое утро мое, как проходило Я просыпаюсь, беру штучек 5 грибочков Закидываю и водочкой запиваю Иду на репетицию Солить Заебись Четко Четко по грибочкам мало Мне кажется, пиздит Да По-моему, это не дать мастейн Нет, вообще нисколько А собаки у него не было отродясь Что я предлагаю Вот эту замечательную вещь Раскупорить чуть попозже Потому что мне кажется, что Интерес вызывает больше Поликолорчик Посмотреть, что это вообще такое Я понятия не имею, друзья Для меня это тоже будет сейчас первый опыт Я как бы ну хуй знаю Будем пробовать А, кстати, извините, друзья Я очень, вообще на самом деле Невоспитанный молодой человек Совсем забыл представить С нами же Рама сидит Он сегодня у нас выполняет роль Оператора И так, весты же его просто проигнорировать Извините, пожалуйста И извиняюсь перед тобой, Рама Ладно Смотрим ее в том виде, в котором она продается Сейчас она у нас слезет с кисти Попробуй на поезде порисовать Мне предлагают на поезде порисовать? Не, ребят Ну это вообще не моя тема Это уж точно Тут как бы в чем суть Граффити движ Это граффити движ Он интересен только тем, кто внутри этой движухи Я занимаюсь немножко другим Поэтому мне не особо там интересно все это дело Я смотрю это постольку, поскольку это слишком близко с моим Стрит-арт Вижу Потому что на ютубе очень мало стрит-арт чуваков Которые прямо именно Кериков рисуют Ну или что-то в этом подобии Осмысленные Не просто куски поголовных Эти имена Что-то такое Прям осмысленное Очень мало Начинаем с поража Обычные работяги Ребята получат Да, мы это обсуждали, кстати, на прошлом стриме Делаем просто сейчас залив Густая штука, да, согласен Но это еще плюс Прикол в том, что я губкой тампонирую Попробуй зато будет интереснее Так, ну смотрите Она не такая уж и укрывистая, как я себе представлял Я уже себе просто нефть представлял Вот, честно говоря В голове у меня была такая картинка Все Это, короче, один слой Это один слой Надо палитру достать Потому что сейчас мы все извозюкаем Даня, ты ему что такое говоришь? Да, нормально, все Я ему такое говорю Слышь, ты говорю, псина Куда ты идешь? Ну, по крайней мере, теперь понятно, что делать Слово за слово Я его толкнул, он башкой обортер Кровище потекла Я-то скорую сразу вызвал Там уже кто-то и ментов Я никуда не ушел Как бы я не хотел ничего Просто Как бы, ну, чувак сам первый начал Я оттолкнул его, по сути, просто Ну, а там что, они пока приехали от потери крови Мне 15 лет дали Да, это жестко А, кстати, а можно вот так сделать? Она слишком густая Я ее не растрясти О, блядь Сейчас криосану превращусь О, ё-моё, ребята О, смотрите Вау А знаете что, ничего Нихуя, да? Тихо-тихо-тихо Вау Фактурка очень странная То есть я Я не знаю Зачем я вообще купил эту краску Потому что я как бы тампонированием закрашиваю Сейчас посмотрим, как она на лайнах себя ведет Короче, мне не нравится Сразу говорю Мне не нравится, как тампонируется Поликолоковый 200 рублей Результат, результат Вода какая-то водянистая Залезает под трафарет Вот видите, это кое-где есть Укрывистость Ну, короче, ну, что-то я прям вообще в шоке А ты грунтовал эту ху-ху-ху? Это самое, короче, что придается на садоводе Вот так выглядит холст Который полностью подготовлен к тому, чтобы нарисовать на нем шикарнейшую картину Это, во-первых, ДВП дешевейшая И покрытая грунтовкой Одним слоем, может быть, двумя, не скажу Но вот это то покрытие, с которым я работаю всегда, когда начинаю рисовать И что я в итоге имею? Вот это, типа, укрывистость Как он себя ведет? Ну, он густой, да, на бумаге хорошо То есть, наверное, наверное, все-таки, все-таки Ну, это да Дело в губке Что-то я, смотрите, нанес Кисточка выше? Нет, это не кисточка, я, во-первых, я просто излишки снял И сейчас посмотрим, что получится у нас с кисточкой Смотрим Густая Укрывается Не размазывается Пробелов не делает С акрилом какое-то представление начальное появилось Я думаю, в принципе, этим можно пока Удовольствоваться, если есть такое слово Ты когда-нибудь воровал? Конечно Типа я на самом деле отучился Может быть Блядь, когда там последний раз-то было? В последний раз у меня была коллекционка Borderlands, вторая из Ашана Это был... Надо смотреть там Где-то рядом есть какой-нибудь намек на Borderlands? Была, мануальчик Когда у нас Borderlands вышел? Напишите, пожалуйста, дату выхода Borderlands 2 И я вам скажу, когда я последний раз воровал Ты когда-нибудь врал? Врал? Да Конечно, вы что, блядь Типа это нормально, по-моему Как бы, ну, без вранья жить невозможно Это лукавый человек только скажет о том, что он никогда никому не врет Есть понятие ложь во спасение Есть ложь обоснованная Есть ложь корыстная Но ложь всегда присутствует Если бы мы все говорили в лоб то, что мы думаем Это была бы не жизнь, а просто кошмар какой-то Я бы выпилился, наверное В 2012 году вышел Borderlands А, ну вот, получается, ну, может, лет 7 назад я спиздил последний раз А я кальмара спишу Короче, надо открыть его Я думаю, открыть как по-варварски или прям ножичком подрезать Но я тоже думаю, я не такой человек А я уже посмотрел туториал Да Я уже понял, что с ним надо делать Один азиат им пользовался И я понял, что я, опять же, я что с поликалором промахнулся Что я здесь промахнулся, я уверен Спасибо большое за 50 Обязательно сейчас нарисуем Рам просит А там, короче, ник надо написать Слушай, ну Появляется некая дерзость, понимаешь В этом шрифте видно, что ты раньше там вырисовывал Вот так все аккуратненько А сейчас чувствуется такой Ну, позволил себе вот здесь, вот в этом месте Так спокойно Не, а соло панк, кстати, такой аккуратненько Я бы сказал, вот так Пункт О, рост здесь, смотрите-ка Рост? Да Опа Запрещено все Привет, котята Посмотрим, в общем, когда, на каком моменте черные линии превратятся в половые органы Вы поняли, о чем я? На каком моменте ютуб посчитает, что это уже половые органы Ведь сиськи же не половой орган Ну там есть, ну там потом будет Сейчас пока сиськи, да Конечно, я точнее Они же есть как у мужчины, как у женщины Что мы делаем? По-моему, надо на что-то давить На что, я не помню, буду давить на аксессуар На жалость На емкость На резервуар Аксессуар Резервуар Кистья, давай, 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 детка, давай Я бы, кстати, начал Вы знаете, сколько это стоит? Это стоит 500 рублей Если сейчас это не будет работать, я просто, ну, буду пальцем рисовать Тебе надо научиться как-то посмотреть Да я видел Епошка просто давит на ебаную черную часть И у него Может, это сложнее как-то Надо раскрутить Я же не буду сейчас ее раскручивать, правильно? Это будет совсем тупо Может, на нее надо надавить? Ну, погоди, вот Мы видим внутренность вот такую Вот И видим вот эту часть И непонятно, пропитана ли она краской или нет Может, она там есть краска Может, у нас залива Что, блядь, сейчас выпало? Ну вот, вот так вот Ребят, я однажды стримил на Твиче Разбирал пушку У меня вылетела пружинка И я два часа вот так вот По этому подвалу, блядь, скрыл Лазил, искал ее Сейчас происходит та же самая история Я поняла Схерня красная, она упала прямо вот куда-то сюда Вот, давай, Ксюша Вот это правильно Просто, ну, мы не такие Это, ну, кстати, это минус нашего поколения Что мы идиоты Я про себя Я-то на самом деле Ты, ты, Рам, ты бумер Я думер А ты зумер, да Больше, а чем Сдавить красную защиту с народа А, это защита Она сама, понимаешь Я вот думаю Вот в жизни все-таки везет иногда Судьба сама подсказывает Она мне хуяк взяла И тут красную защиту сама выбросила Потому что я дурак не додумался А я зачем-то ее обратно поставил Все не так просто же, да Вот так надо было сделать Потом мы берем И что делаем дальше? Вдавливаем, наверное, да? С легеньким нажатием С сжатием картридж Сжимаем Чернила О, пошло, пошло Рама, поступает Поступает Ребята, снимаем Снимаем Вау, ребята Ух ты Я, я, смотри Чернила О, ничего себе О, оно цвет Подожди, подожди Ты ебаный волшебник Вы только посмотрите на это, ребята О май гад 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 Господи, подожди Такая толстая, неудобная Ну ладно Да давай Я не вижу, что делаю Так а ты кончиком делай И будет потоньше Оооо Художник что ли? Конечно Да их мосты Делает сам себе обложки Как ощущение Вов? Бля, охуенный чувак Да? Ты нравится? Я вообще никуда не макаю У меня все рисуется Как ощущение? Сосок рисуется Смотри Кривая Даже мне понравилась такая штука Я тоже такую хочу Но я не знаю, зачем она мне А что это? Как это называется? Это браш пен Вот что мы имеем по итогу Я включу даже свет Для детального обзора Падре Очень жидкий Хрен знает вообще Ну я не знаю Мне не нравится Они сохнут Блин, с такой фактуркой Было бы прикольно Каким-нибудь, типа грибос Или что-то такое Фактурка, да, есть Но как бы, знаешь Мне она не нужна Самый прикол в том, что Она мне просто не нужна Ну да, не, а так вот Прикольно Какая-то немножко Голубоватая даже Уф Нет? Не знаю, не знаю, не знаю Блин, что за жидкость-то? Где? Вот смотри Так, стоп Что это? Что за дичь? Что это за хрень? Ну вот что тебе, блядь, продали Пойдем разъедуем магазин Просто я сейчас Вот по одному образцу Сделаю ложное представление О целой марке Куда это годится? Стоп Мне кажется, я опять же херово размешал Но мы На ваших глазах Я уже минуту две мешал Я И вот Что мне в этой ситуации делать Я не понимаю Либо мне брать еще одну банку Я в том плане, что мало ли это как бы брак Она водянистая, она не укрывистая вовсе И вы видите, что она делает вообще на первый слой по тампонированию Да у меня ладога, блядь, лучше себя ведет, чем это Да, я не знаю, в общем, что-то надо делать с ПиБео Мне надо переубедить себя Мне нужно потрогать еще одну банку Как минимум Но я не буду ее покупать Я лучше на эту человеку, у которого она есть Блин, Матовников Володь, у тебя есть маркеры для тегов? Нет, ребята, не тегайте, это грех Не тегайте, это грех Володь считает, это грех И призывает вас не тегать И сам он никогда не тегает Вот и все Надо вердикт, наверное, вынести Вердикт Давайте закончим с анализом И начнем расслабляться по полной Смотрим чернила Чернила до сих пор не высохли То есть, ну я не знаю, сколько они должны сохнуть Но они все смазываются Но бумаги быстро высыхают? Они вот сейчас все смазываются Соответственно, то, что я здесь нанес Это тоже будет очень долго сохнуть Но я, наверное, дам время Что касается поликалора Я вообще расстроен конкретно Я не знаю, я, наверное, еще посижу Вне стрима Просто вот с этим трупом Не с этим, но с другим, короче Вот с этим трупом просто пять минут буду мешать Потому что мне кажется За то время, пока он там стоял Потому что нормальный человек Такую краску не купит за такие деньги Он просто расслоился на нескольких составляющих И его надо бодрейшим образом соболтать Чтобы он как-то, ну, в себя пришел Короче По оценке Никакой оценки Потому что он еще не понял А по чернилкам Пушка-гонка Пушка-гонка Дай посмотреть Я от Михаила Павлович Терентьева Пушка-гонка 500 рублей Пармокод Кадама В арт-квартале возьмете То есть за 450 450 Уф Зато как понять Вы просто И это не объяснить ощущение Когда вы рисуете Вот этой штукой Чернилами Которые послушные Которые жидкие И тебе не нужно Макать опять в эту краску И она слушается И все ложится И там толщина Это надо попробовать Ты даже будешь готов Просто терпеть Что это будет Очень долго сохнуть Но удовольствие колоссальное Так Коли теперь чул начинается Соизволить или спросить Будет ли анекдоты от Нойза Хештег Нойз анекдоты будет Десять Десять хештегов И Нойз расскажет анекдот Все норм Как там начиналось Что где-то что-то воняет Строится Короче где-то в Сибири Научный городок Новый Приезжают туда делегации С проверкой Они ходят Смотрят туда-сюда Пришло время Пообедать Приходят к столовой Один проверяющий Есть делегации И подходит к обычному рабочему Говорит Блядь говорит Че у вас тут так воняет Этот мужик ему говорит Ого это давняя история Тут Еще в средневековье Там была какая-то Древняя деревня Там жила одна бабка Все думали что она колдунья И че-то мужик начал на нее гнать И в общем Через три дня умер И как бы все люди Испугались И решили его отдельно похоронить Сделали новое кладбище Там этого мужика похоронили Ну и типа колдунья там типа Ну и че-то наколдовало Начали на нее там это наезжать Типа ты бабка типа че делаешь Ты че там Мужик там Наш старостой деревни был Ты там Ну и кто к ней приходил на нее Тоже через три дня все умерли Ну вот И их тоже На том же кладбище На отдельном И похоронили И там еще Короче Вот так вот к ней все Ходили ходили Там что-то пытались не сделать Ни фига не получилось Короче Пол деревни передохло Их всех вот хоронили На этом отдельном кладбище Вот как раз Примерно Вот на этом месте Где мы Сейчас стоим Это кладбище И было Вот Проверяешь такой Ну Говорит хорошо очень интересно Говорит а воняет Ты че? Мужик такой Да я ебу Насрал кто-то Да я ебу Насрал кто-то Расскажешь Давай конечно че Какие проблемы Я его в кислом че рассказывал Кстати че-то кислого сегодня Вообще Окислились все Бау Поручик Ижевский Идет значит гуляет Слышит Простые солдаты Че-то между собой разговаривают Он так прислушался Один солдат такой Какую-то историю рассказывает Говорит Я вчера на почту прихожу Письмецо отправить Такое Говорю Отправьте-ка мне это письмецо А там девушка Работает Говорит А я говорит Отправить Говорит Ваше письмо Говорит не могу У вас письмо без даты А я ей такой Сама пиздата Поручик так в усы ухмельнулся Такой Говорит Интересно Приходит своим Товарищем офицером Говорит Говорит Сейчас мимо простых солдат Проходил Говорит Интересную историю услышал Там значит Один солдат такой На почту приходит Посылку отправить А ему работница говорит Говорит Я вашу посылку не отправлю Говорит У вас посылка без штемпеля А он ей такой Да пошла ты нахуй Нормально Это нормально Товарищем Просто что бы Ну Все что бы рассказать Даже Не важно Суть Маша к кислым вчера на этот, говорит, да чё, про поручика, про поручика тоже пиздатый, я его писать не слышал, сейчас расскажу, это отмашки о ребёнке. Не знаю, похоже на ребёнку. Сейчас, ещё один анекдотик, третий. Поручик Ржевский собирается на высокопоставленный бал, какой-то там самый крутой. Короче, все дела, и ему там его обувь чистит, прислужник там, какой-то солдат простой. Он говорит, слушай, Иван, я вот завтра на бал иду, там, будут высокопоставленные господа и дамы, типа, расскажи какую-нибудь шутку, чтобы мне как-нибудь их к себе расположить. Он такой, а, говорит, я скажу, знаете, чем отличается Херувим от парикмахера? Он такой, я не знаю, у Херувима хер впереди, а у парикмахера сзади. Он такой, поржал, говорит, нормально, нормально, спасибо, Ваня. Приходит, значит, на следующий день на бал. Все там что-то ходят, ходят, он такой, говорит, товарищ, говорит, как внимания к себе привлекает. Говорит, а вы знаете, чем Херувим, вы, говорит, знаете, говорит, чем этот попа отличается от цирюльника? Все такие, ну чем он, говорит. Да я сам, честно говоря, не помню, но Ваня, говорит, вроде у кого-то из нихер сбоку. Он такой, а? О, нифига, Рома, да в тебя пропадает художник. Слушай, так это же вообще... Блэкерский енот. Ну, енот, мне кажется, должен играть блэк. Концептуализм какой-то вот этот вот трет. Все. Вырезать, надо вырезать, короче. Похож на еноту? Похож на... Но рожа у него такого заядлого... Да, я не знаю, но он вызывает определенные эмоции. О, ребят, я садал в целом, да. Сейчас я вам такую хуйню покажу на ночь, глядя, ребята. Котоволка нот. Блэк, если у меня сейчас не сядет телефон, конечно. Сука. Блэк, сел, у меня такая картинка была классная. Может интер... О, сейчас мы тут найдем. Вы охулеете, честное слово. Это, вот это серьезная работа. Сейчас, ребят, вы пока подождите. Посмотрите пока на меня. Посмотрите пока на раму. Я могу подержать. Я сейчас... Давайте так. Я сейчас покажу реакцию ребят, которые увидят ту картину, которую я им сейчас покажу. Подопытные кролики. Вот это самолешнее? За носом там что-то? Так, закройте глаза, пока сейчас я ее на полный экран сделаю. Просто, вот, смотрите. Я не могу разобрать вообще, друзья, ничего. Не надо. Миша, не надо. Не надо. Не разбирай. Нет, я поняла. Это единственное, что я сверху... А вот это рассмотри. А внизу я... Вы просто уделите время и рассмотрите это. Клево. Я вот знал, чувак, что тебе понравится. Блядь, это обложка альбома какого-то. Да. Блядь, запрещенный. Жанр называется арт-брюд. Четко. Будешь такое показать, нет? Да я не знаю, блядь, ну давайте попробуем. Ну это искусство, в конце концов. Мне кажется, там особо непонятно будет для Ютуба. Ну давайте посмотрим. Не, я очень хочу всем показать, потому что я в маршрутке ехал, охуел. Я рассматривал долго. Так, ребят, готовьтесь. А там такие картинки классно смотреть, действительно. Именно в офисном транспорте, потому что там постоянно все палят в твой телефон, сука. Это очень хороший способ. Все, готовы? Поехали. Погружаемся. Так, ладно, все, давайте без вопросов. До свидания, спокойной ночи. Всех люблю. Не в службу, а в дружбу. Егните лайк, пожалуйста.